Всем здарова дорогие друзья, с вами Дрирагин и сегодня мы наконец-то, так сказать, долгожданное видео, но не знаю насколько долгожданное, но я наконец-то вернулся в Религентство. Не знаю как много будет видосов по этой игре, но все зависит в принципе от ваших лайков. Вот. Сегодня у нас будет довольно таки интересное такое видео, а именно обзор на одну очень интересную машину. Как вы думаете, что сейчас в гараже? Приора, которая у меня была около года назад, а Ешка 86, может еще что-то, там BMW E30. Нет, пацаны, это ошибочка. Это Mazda RX-8. Та самая красоточка. Всем приятного аппетита, кто кушает и приятного просмотра. Также хочу, ребята, сказать огромное спасибо всем, кто подписан на мой канал, потому что вчера на стриме, вечернем, ну который почти часик продлился, он такой коротенький был, мы наконец-то добили 200 подписчиков. И это не может не радовать, потому что мы долго к этому шли. И, кстати, вот кому интересно, можете зайти на вкладку о канале, и там, где 200 подписчиков, стоит галочка. И можете следующую цель посмотреть. Я, если честно, рад, все благодаря вам, всем спасибо, ну а мы начинаем. В общем-то, ребят, машина достаточно интересная, на нее есть много тюнинга, но есть проблемы с рулем, как бы вы видите, да? Какой? Давайте проедем. Также, ребят, тюнинг, тюнинг, он весь заменен, я позже скажу, заменяй Талтезу, если чё. Вот так прокатимся, давненько не дрифтил, но, кстати, неплохо. Вот так, опа, можно будет мультиплеерем попробовать. Я в мультиплеере не снимал, по-моему. Так, вот, кстати, неплохо. Долго не дрифтил, а я не разучился это делать. На 40 километров. В реальности, конечно, мне кажется, я так бы не сделал, потому что тут, во-первых, полный сток, а раз полный... А раз полный сток, то... Ну, эта машина, как бы, не дрифтит. Не знаю почему, но в стоке она не хватит делать дела. Заменяет я, по-моему... А, я, по-моему, сказал, да, заменяет Талтезу. О, тихо! По-моему, мы дверь садели. Давайте ещё разок пройдём. У нас как раз шины стёрты. И мы посмотрим, что по повреждениям. И, я думаю, мы перейдём в гараж, я вам покажу весь тюнинг на неё. Но есть, конечно, и косяки по салону. Вот, видите, как бы, вот такие небольшие, грубо говоря, зазоры. Дырочки, дырочки, полосочки. Которые... Чё, охренел, что ли? Блин. Подрезал меня. Вот так, опа. Ну, которые неприятные, если честно. Руль, конечно, ну, такой. В целом, в основном, внешка. Дикольная. Вот. Ссылочка, кстати, будет в описании на скачивание моды. Ну, я, это... Тут уже грязненько, ребят. Давайте вот этот дойдём. Вот так, опа. Можно будет, кстати, попробовать... На всех машинах попробовать. Не на всех картах. Причём, я сейчас на практике. Можно будет именно это соревнователем. Угла. Раз. Прикольно было бы, если... Если бы тут был бы режим... Какой режим? Да, режим... Ну, без соперников, без времени, на очки. То есть, рекорд очка. Очка, так сказал. Так, давайте посмотрим, что у нас по повреждениям. Ну, в целом, задница закоцана. Довольно-таки хорошо. Перед немножко. Короче, ребят, переходим к гаражу. Ну, сразу хочу сказать, то, что бампер уже не родной. Они, ребят, ну, всё заменено под неё. Вот мы можем увидеть. Такой. Ну, тут уже... Ну, и вот такие. У нас же, конечно, у нас другой. Фары красные. Не знаю почему, но на них тюнинга нет. Сразу могу сказать. Потом. Есть, вот, подделано уже, да? Вот такое, как-то такое. Можно вообще просто всё убрать. Юбки. Их мало, но они тоже сделаны специально для неё. Бампер задний. Естественно. Тоже сделан, но... Вон, кстати, сейчас в стопе. Сделан также у нас выхлопная труба. То есть у меня две... Две это стоят такие длинные. Прикольненькие, вот. Ну, и, в принципе, всё. В принципе, ещё можно её затонировать. Наверное. Вот. Я думаю, у нас она нам долго будет. Ну, по салончику. По салончику можно вот выбрать также руль. Но рули уже, естественно, не заменены. Поэтому можно поставить вот такой руль. А также вот можно... Приборка. Она, естественно, заменена. Но мы её трогать не будем. Ну, ручнички тут у нас тоже. Это гидропалочка. Ну, гидропалочка. Ну, поставим вот такие. Вот. Или вот. Вот такой. Ну, на моё усмотрение. В принципе... В принципе, больше нихрена тут нет ничего такого. Но моделька, на самом деле, прикольная. Не знаю, почему она... Может, это из-за того, что мне всё-таки нравится эта машина достаточно прикольная. Тут значок вот делал. Кривовато немного получилось. Вот. Давайте попробуем проехать в батле. Как вот. Просто ради интереса. Я думаю, на этом мы завершим. Просто, как она едет бочком. В принципе, неплохо. Сейчас бы батлы ещё на обзоре и поделать. Но, неплохо, согласитесь. Конечно, физика машины тут не меняется. То есть, она так же, как и на Altazie. А было бы прикольно, если бы с модом заменялась бы ещё физика. А так... Ну, так это не так. Чё сказал, сам не понял. Так, пробуем сейчас. Ну, я обычно всираю это всё. Она ещё не захотел... Ну... Угу. Я понял. Угу. В общем-то, ребят, вот такой довольно неожиданный видос получился у нас. На этом всё. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Те, кто этого не сделал. Не сделали. Всем спасибо за 200 подписчиков. И всем удачи. И пока-пока.